Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас я нахожусь на нашем складе шин и дисков. Помимо отличных запчастей в «АвтоСтронг-М» вы можете купить бэушные шины по отличной цене. Также у нас громадный выбор дисков в прекрасном состоянии. Сезон уже начался, а ты еще без мотоцикла «Айда в МотоСтронг-М». В «МотоСтронг-М» очень много отличных мотоциклов по лучшей цене. Прямо сейчас мы разберем двигатель объемом 2,4 с Hyundai Santa Fe. Бензиновые двигатели на автомобилях Hyundai Kia, которые были установлены примерно до 2010 года, в большинстве своем, являются лицензионными. Корейцам приглянулись двигатели Mitsubishi. В частности, объемом 2,4 литра G4JS. На корейских автомобилях это двигатель Mitsubishi 4G64. Данный двигатель появился в 1983 году и выпускался аж до 2013 года. У данного двигателя есть 8-клапанные и 16-клапанные версии, также версии с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Данный двигатель появился на автомобилях Hyundai Kia в 2000 году. Его ставили на Kia Optima, Magentis, также на Kia Sorento, также на Hyundai Sonata, Santa Fe, H1 и Traged. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Hyundai Santa Fe 2004 года. У данного двигателя чугунный блок, 16 клапанов в головке блока с гидрокомпенсаторами, в приводе ГРМ зубчатый ремень. Также этот двигатель оснащен парой балансирных валов. Так как основы этого двигателя были заложены давным-давно, он очень надежен и неприхотлив. Данный двигатель страдает от несвоевременного и плохого обслуживания. Меняйте масло каждые 7-8 тысяч километров. Также в данном двигателе некоторые владельцы удаляют балансирные валы, потому что они заклинивают, и это приводит к очень страшным поломкам двигателя. Но об этом мы подробнее позже расскажем. Двигатель 2.4 не часто беспокоит своих владельцев течами масла. Чаще всего течи масла наблюдается по прокладке клапанной крышки, также по заглушке распредвала на задней части ГБЦ вот за этим датчиком. Также в очень редких случаях наблюдается течи масла по корпусу масляного фильтра. Говорят, что он настолько опытен, что может определить состояние и пробег мотора по запаху масла. Итак, встречаем, ваш любимый Павел. Мы начинаем нашу разборочку. Из-за регулятора холостого хода, который установлен на дроссельной заслонке, двигатель может неожиданно заглохнуть, не заводиться. Также обороты холостого хода могут фиксироваться на завышенном уровне. Также двигатель может работать с заметными вибрациями. Эти симптомы то возникают, то пропадают. Естественно, помогает замена либо чистка клапана регулятора. На двигателе 2.4 устанавливается датчик пропусков зажигания. Если этот датчик выходит из строя, то загорается Check Engine ошибка P0320. Из-за этого датчика тахометр может неадекватно работать, либо же не работать вообще, и холостые обороты двигателя могут плавать. Данный датчик стоит недорого и легко меняется. Клапан EGR на двигателе 2.4 практически не доставляет беспокойств. При нарушении свободного хода клапана вылетает ошибка P0403. Клапан легко доступен для снятия и чистки. По такому поводу очень часто владельцы его глушат, то есть устанавливают заглушку по форме прокладки клапана. Тогда появляется программная ошибка. Чтобы убрать программную ошибку, надо его отшить из ЭБУ. ПОТОЛУЮТЬ Бензиновые двигатели 2.4 для Hyundai и Kia имеют отличия в системе охлаждения. Для двигателей Kia, продольно установленных, термостат установлен возле помпы, то есть в начале двигателя возле первого цилиндра. На двигателях Hyundai для поперечной установки термостат установлен в районе четвертого цилиндра, то есть сзади двигателя. Вот эти особенности не очень хорошо сказались на охлаждении блока цилиндра именно для двигателей Kia. Из-за такой заводской переделки охлаждающая жидкость очень плохо циркулирует по блоку цилиндров. На двигателе для автомобиля Kia Sorento наблюдается перегрев третьего и четвертого цилиндра. Обычно это происходит в холодную пору года, когда на улице температура ниже нуля. Естественно, охлаждающая жидкость остается довольно холодной в районе первого цилиндра. К тому же термостат недостаточно глубоко помещен в канал системы охлаждения и практически не омывается горячим антифризом. Термостат из-за этого не открывается либо открывается недостаточно. При этом нижний патрубок системы охлаждения будет холодным, вентилятор будет работать на второй скорости и температура двигателя будет больше 95 градусов. Салонная печка будет работать слабо. Эту проблему на моторе 2.4 Kia производитель признал и посоветовал устанавливать усовершенствованный термостат. Но на практике проблему это не решило. Народные умельцы пришли к выводу, что для решения данной проблемы надо термостат утопить глубже в канал охлаждения. На практике устанавливается улучшенный термостат в канал охлаждения с помощью специальной самодельной проставки. И это решает проблему. Также есть решение для установки термостата на заднюю стенку ГБЦ на двигатель 2.4 как в поперечном исполнении. Но это требует покупки некоторых оригинальных деталей и творческой работы по подключению патрубков. Одним словом, эта проблема с термостатом не касается вот этого двигателя для Hyundai. Датчик положения коленвала спустя долгие годы выходит из строя. Из-за этого двигатель начинает неожиданно и периодически глохнуть. Надо менять этот датчик только на оригинальный, потому что неоригинал ходит недолго. Кстати, датчик положения коленвала является не единственной причиной того, что этот двигатель внезапно глохнет. Обратите внимание, в каком неудобном месте находится этот датчик. Чтобы его поменять, надо снимать ремень ГРМ. Датчик положения распредвала выходит из строя немного с другими симптомами. Двигатель не заводится на горячую, пока датчик не остынет. При этом фиксируется ошибка P0340. Под кожухом ГРМ два зубчатых ремня. Один из них большой, который служит для привода ГРМ, а второй служит для привода заднего балансирного вала. У ГРМ гидравлический натяжитель, у маленького для балансирного вала механический натяжитель. Эти ремни надо менять каждые 60 000 километров. Практика показывает, что даже качественный неоригинал больше не ходит. Если рвется ремень ГРМ, то поршни и клапаны встречаются. Если рвется вот этот маленький ремень, то это приводит к тем же последствиям, потому что его может затянуть под основной шкив. При замене ремня ГРМ нужно соблюдать метки на шкиве коленвала, шкивах обоих распредвалов, также на шкиве масляного насоса и на шкиве заднего балансирного вала. Дайте Паше кофе, дайте Паше кофе, дайте Паше кофе, дайте Паше кофе. На, Паша, кофе. Спасибо. В головке блока цилиндров два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. По состоянию здесь все прекрасно. Здоровый лаковый налет и износа на кулачках распредвалов мы не видим. При больших пробегах на данном двигателе могут застучать гидрокомпенсаторы. Если стучат гидрокомпенсаторы, то под капотом слышен характерный цокот. Гидрокомпенсаторы начинают стучать обычно из-за больших интервалов замены масла. Также стук гидрокомпенсаторов – это признак снижения давления масла в ГБЦ. Это происходит из-за того, что масло уходит через опоры балансирных валов, либо же при сильном износе коренных вкладышей. Откуда здесь взялся Серега? Паша? При пробеге в 300 тысяч километров в головке блока цилиндров данного двигателя может понадобиться замена маслосъемных колпачков. Причина известная – потеря эластичности и пропускание масла по клапанам в камеры сгорания. При этом двигатель по утрам начинает дымить из выхлопной трубы серым дымом. И расход масла на угар примерно 300 грамм на 1000 километров. По состоянию данной ГБЦ мы видим, что расход масла здесь был, скорее всего, больше, чем 300 грамм на 1000 километров. Блок цилиндров на данном двигателе чугунный. По состоянию нагар на донышках поршней, но хон в цилиндрах очень даже неплохой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы плавно подошли к финалу нашей разборки. Встречаем балансирные валы. Балансирный вал – задний, балансирный вал – передний. Задний вал приводится вот от такого зубчатого ремня, от коленвала передний, от шестерни маслонасоса. Данные валы являются реальной проблемой для данного двигателя. Причем не только в двигателе 2.4 и 2.0 Hyundai Kia, но и у их прародителей. Вкладыши балансиров не выдерживают нагрузки в основном из-за того, что в двигателе залито неподходящее либо старое масло. И из-за этого эти валы клинят. Если клинит задний вал, вот этот ремень рвется, попадает под ремень ГРМ, и поршни клапана могут встретиться. Если же клинит передний вал, то клинит маслонасос, и начинаются проблемы со смазкой. Поэтому владельцы в любом удобном случае просто глушат эти балансирные валы. При удалении балансирных валов надо позаботиться о глушении отверстий для подачи масла к шейкам заднего балансира. Для этого просто переворачиваются вкладыши, которые закрывают отверстия для подачи масла к шейкам. Также надо заглушить заглушкой вот это отверстие. А для удаления переднего балансира его надо обрезать вот здесь, обточить вот здесь, чтобы вал не создавал биение. Также можно поставить короткий оригинальный вал, который компания Mitsubishi любезно предложила для глушения валов. При больших пробегах двигатель 2.4 начинает есть масло на угар. Первая процедура, которой прибегают владельцы, это, как мы уже сказали, замена маслосъемных колпачков. Но двигатель, скорее всего, есть масло на угар из-за залегших маслосъемных колец. Напомним, что в двигателе, который установлен на Kia Sorento 2.4, в третьем и четвертом цилиндре есть вопросы по перегреву. Там маслосъемные кольца закоксовываются быстрее. Также залегание маслосъемных колец происходит из-за экономии на моторном масле. Обратите внимание, что маслосъемное кольцо в нашем случае залегло и присутствует закоксованное масло даже на перегородках между кольцами. Если говорить по состоянию шатунных вкладышей и коренных вкладышей, то здесь мы видим явный износ. И такая же ситуация абсолютно по всем шейкам коленвала. Видны борозды, которые ощущаются на ощупь. Разборка закончена. И вот такой интересный японский мотор для корейцев мы сегодня разобрали. Если бы не проблема с балансирными валами, то все бы было хорошо. Балансирные валы реально портили семейный бюджет. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова